До начала топительного сезона остаются считанные месяцы. Это самое жаркое время для работников предприятия Дмитров Теплосервис. На сегодняшний день на обслуживании этой компании находится 63 котельных, из них 43 газовые, 7 угольных и 13 на жидком топливе. Самая большая котельная находится в Дмитрове на улице Садовой. Она была построена 46 лет назад и обслуживает две трети города. Здесь установлено 7 газовых котлов ТВГ с суммарной производительностью 80 гигакалорий. Вся проблема в том, что котлы уже выработали свой ресурс. В советское время срок службы таких котлов составлял 20 лет. Из-за износа оборудования котлы имеют невысокий КПД. Это значит, что на них не сэкономишь газ. Поэтому работникам теплосервиса приходится ежегодно вкладывать большие средства в их модернизацию. Всего на ремонт и модернизацию котельного оборудования и теплосетей в этом году будет потрачено 24 миллиона рублей. На сегодняшний день 80% котельных уже прошли регламентные остановки. То есть за это время была произведена ревизия внутреннего оборудования, котлов, насосов, контрольно-измерительной аппаратуры. Все, что не требовалось каких-то больших финансовых влияний, теплосервис осуществил своими силами и, в принципе, готова к эксплуатации в осенне-зимний период. Все гидравлические испытания, которые были положены при остановках, проведены. Сейчас мы заканчиваем на садовой. Мы испытания провели, теперь устраняем утечки, которые были выявлены. И в понедельник у нас, соответственно, пуск ее после ремонтного периода. Точно в таком же регламенте все остальные объекты, которые мы эксплуатируем. Еще одна глубокая модернизация оборудования ведется в котельной, расположенной на улице Комсомольской. Здесь на средства строительной компании «Березовец», которая заканчивает по соседству строительства жилого микрорайона, установлены две накопительные емкости под ГВС. А к началу отопительного сезона здесь будут установлены три новых австрийских газовых котла, которые увеличат производительность до 17 гигакалориев. По словам директора предприятия Дмитров теплосервис Дмитрия Трушина, работе мешает большая дебиторская задолженность. На 7 июля она составила 412 миллионов рублей. Больше всех 333 миллиона должны управляющие компании. В числе должников управляющие компанией ЖКХ Синькова. ТСЖ и ЖСК должны теплосервису около 15 миллионов рублей. Из-за долгов Дмитров теплосервис выбился из графика погашения задолженности за газ перед межрегион газовый. В июне общий долг Дмитровского района за газ составил 222 миллиона рублей. Мы на сегодняшний день имеем предписание с 13 числа ограничить на 50 процентов, а с 20 прекратить потребление газа. Связано это с тем, что мы выбились из графика погашения задолженности перед «Газпромом». Но благодаря вмешательству главы мы получили кредит и вошли в график. То есть на сегодняшний день пока населению Дмитровского района, во всяком случае, в реале обслуживающим теплосервисом ничего не грозит. То есть услуга будет предоставляться в соответствующие нормативы. Большую озабоченность вызывает износ теплосетей. Он составил уже более 70 процентов. Самые проблемные участки находятся в Яхраме и некоторых сельских поселениях. Положение спасают относительно теплые зимы. Денег в этом году хватило лишь на капитальный ремонт одного километра теплотрасс. Продолжение следует...